ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Чувак сегодняшнего конкурса психологически готовы? Нет. Да, мы еще с вчерашнего не отошли. Так, ребята, на исходную. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Кандидат юридических наук, мастер спорта СССР по тяжелой атлетике. В настоящее время президент некоммерческого партнерства спортивный клуб «Авангард». О, а что, претенденты все выстроились, как на параде? А, сказали, как поручили. Привет, привет. Привет, привет. Привет, привет. Привет, и ты здесь. Ну как, ребят, дела? Отлично. Хорошо. Так, честно говоря, кто из вас выиграет? Не знаю? Авангард. А? Авангард выиграет. Отличный ответ, ему один балл в плюс. Ну ладно, как ребят, вам нравится все это, что мы затеяли? Интересно? Давайте, жду вы встали, давайте сюда, подтягивайтесь поближе. Все, у нас неформальное общение, у нас же нет никаких этих. Давайте, может, у вас есть какие-то вопросы, вы что-то хотите про «Авангард» узнать? Последние какие-то новости, сплетни, что хотите спрашивать? Давайте сначала вы, наверное, скажете все-таки, на ваш взгляд, чем должен, каким качеством должен обладать комментатор, да, на ваш взгляд? Ага, сейчас я пришел их тут учить. Вот, да нет, ребят, конечно, мое адвокатское прошлое дает о себе знать. Вот, разговаривать могу долго, упорно. Поэтому, самое главное, чистая русская речь. Это самое главное. Ни в коем случае не берите пример даже с комментаторов центральных каналов, когда, знаете, репортаж идет так. А-а-а. Вот сейчас будет а-а-а. А этот взял а-а-а. Ребят, бредятина, да? Разговаривайте нормальным русским языком. Без всяких а-а-а, ну-у, б-е-е. Понятным человечеством. Абсолютно. И все будет сразу у вас нормально. Вот. И самое главное, любите хоккей. Тогда у вас все получится. Болейте за Вангард. Ну, главное, любить хоккей. Будете любить хоккей, Вангард полюбите по-любому, потому что, ну, это хороший клуб, ребят. Мы, 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 мы лидеры, мы лидеры, мы пятый клуб в лиге по этому сезону, по прошлому. А будем выше. Обязательно будем еще выше. Поэтому все у нас нормально. Все хорошо. Никаких у нас нет темных дел в клубе. Никаких темных трансферов. Я имею в виду вот это все. Все открыто, все понятно. На любой вопрос вы можете получить ответ. На самый-самый-самый-самый клуб абсолютно открытый. Во всех вариантах. Мы, ну, знаете, мы взяли тренерский штаб Дмитрия Рябыкина. Вот, это очень хорошее приобретение, мы считаем. А. Спасибо огромное. Да, А. Авторитет громаднейший среди игроков. Б. Авторитет в Омске. Капитан авангарда, да, многолетний. И ребята сразу немножечко так раз присмирели, потому что нам нужна коммуникация между лидерами команды и тренерским штабом. Мы считаем, что Дима способен обеспечить это. Сергей единственный, кто погладил сегодня майку. Скажите, пожалуйста, ну, просто хотим услышать вживую непосредственно от вас цели на сезон для команды. Есть цели де-юре и де-факто. Де-юре, конечно, я так думаю, совет директоров, нам еще не ставили официально юридическую цель. Совет директоров не поставил. Вы знаете, что высший орган управления в клубе совет директоров. Вот, скорее всего, цель будет та же. Финал конференции. Почему? Потому что бюджет не увеличивается у клуба. Вот, мы... Тот сезон мы закончили восьмые по бюджету в лиге. В этом сезоне мы, наверное, будем девятые по нашим расчетам. Поэтому вот юридически ставить цель, да. Но, де-факто, мы с ребятами собрались. Вот, мы решили, что мы обязательно сделаем все, чтобы побороться за клуба Гагарина. Все хотим его выиграть. Конечно, после того, как мы Уфе проиграли, тут, ну... Я рвал металл, я тоже тут грозился выгнать всех. Все, начиная от Марийского. Да, да, да. Вот, я хотел разогнать всех абсолютно. И генменеджеров выгнать, и тренеров, и всех. Но потом поостыл, посмотрел, проанализировал. Проанализировал, ребят, так вообще-то успех. Нормально, 21 место, 8, 5, ну а что еще надо? Вот, забей мы один гол Уфе, да. И все выходили, ууу, как классно в ангар сыграл, какой наш шикарный тренер. Ну, чуть-чуть не повезло. Значит, будем исправляться в этом сезоне. А Респаев ушел в армию, это ваша работа? Супер! Вот это вопрос. Нет, мы его теперь не боимся. У нас есть Орлов. Так что, ребят, и вам удачи. Давайте. От меня лично победителю будет сюрприз. Спасибо. Всего доброго. И приз. Спасибо. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Приступаем к очередному конкурсному заданию. На этот раз парням предстоит прокомментировать неизвестный для них фрагмент. Но о какой именно фрагмент определит жребий? Ну что ж, друзья, приступаем. Очень злой персонаж. Посмотрите, какой ярость прям бьется из его глаз. Продолжается у нас битва. Посмотрите. Видимо, ищет он встречи, этот злой персонаж, с тем очень сильным воином. Взбивают маску с его лица. Посмотрите, какое злое лицо. Страшно даже смотреть в это. И, похоже, сильный воин сейчас пал. Все повержен. Этот злой человек или не человек, мы не можем точно сказать, поскольку это непонятно. Мне достался фрагмент, я так понимаю, с фильма «300 спартанцев». Ну, в принципе, я думаю, что справился. Ну, неожиданно комментировать такие вещи? Это было очень неожиданно, но я ожидал худшего, поэтому думаю, что все прошло нормально. И вот Мишель Платини на ваших экранах, который уже в отставке. Это его помощник. Будет Платини. Говорят ему о том, что американцы уже здесь. Но он не готов ходить с своего поста и готов продолжить развитие футбола в том же направлении. Ну, и вот соперники приближаются. Платини в опасности. Вновь на ваших экранах милиция, снова атаманы. Они хотят захватить царство и забрать себе FIFA. И вот, кажется, все. Сейчас все и закончится. Но не сдаются французы и отбиваются. Я с собой, естественно, недоволен. Но какой-то разумный бред я нес. Более-менее неплохо вроде получилось. Молчал не так уж и много. Танец тела. И тут подключаются остальные участники этого действа. Кружева атак буквально плетут эти ребята. Посмотрите. Сейчас может быть опасный момент. Она лезет все выше и выше. Круг сужается. Тут либо атаковать опасно. Они остались один на один. Что же будет сейчас? Ну, решай. Пока взяли паузу. МХАТовская такая пауза. Как помогают им партнеры. Но я бы не назвал это, конечно, хорошей помощью. Но морально они поддерживают боевой дух своих товарищей. Вот это объятие. И опасный момент! Вот это ситуация! Практически стандартное положение. Будет ли назначен буллит? Нет, к сожалению, нет. И остальные, посмотрите. Это уже похоже на массовый удар. Команда на команду практически идут. Друзья, что же будет дальше? Я пока с трудом пытаюсь понять, что вообще происходит, что произошло. Но так, как танцуют эти люди, я в жизни не смогу. Это было нечто такое среднее между профессиональными танцорами, такими балетмейстерами даже, я бы уже сказал, и танцотела. Вот это было нечто среднее. Я видел это первый и, думаю, последний раз в жизни. Будем откровенны. Но мне очень понравилось. В трансляции хоккейного матча сейчас происходит заминка некоторая. Напоминаю, что после того, как Николай Лемтюгов бросил шайбу и случайно попал своим броском в табло на китайской арене, к сожалению, что-то перемкнуло. И пока мы не видим трансляции из Китая. Но режиссер трансляции нам милостиво включил вот эту замечательную свинку. Мы пока посмотрим красивый мультик. А я напомню, что мы ведем в этом матче со счетом 5-0. Пока остановлен матч на третьей минуте игры. Все пять шайб у нас забросил Валентин Пьянов пока что. Я комментировал, конечно, мультики, но это было в кругу друзей и несколько более развязано, чем здесь. Здесь все-таки у нас конкурс. И вообще я надеялся, ну, нас тут пугали, что это Спарта. Вам достанется что-то очень такое мега, может быть, сложное. Мы не знали, сколько этот отрезок будет по времени. Я вообще надеялся, что до последнего, что мне попадется отрезок с каким-нибудь стриптизом. Соперники пытаются вырваться, но никто не отпускает действительно противоборство достойно друг друга. Соперники очень равные по силе, пытаются кто-то вырваться, переворачиваются на спину. Но второй, смотрите, какой болевой прием приводит и пытается на удушающий прием перевести. Но вырывается, вырывается оппонент и не дает удержать себя на болевом. Трехсекундное удержание, что же скажет судья? Но дает продолжать игру, не останавливая схватку. Видать, выяснить хочет, кто действительно окажет сильнее. Но вот вырывается, сразу противник переходит снова на удушающий прием, зажимает своего оппонента. Делает удушающий снова прием, на второй позицию заходит, чтобы удержать его. И снова происходит удержание. Что же будет дальше? Последние фрагменты остались второго раунда схватки. Вырывается противник. Противоборство двух команд хоккейных, это было один противник против другого. В течение двух минут эта схватка продолжалась, никто не хотел уступать. Каждый из противников себя показывал только с лучшей стороны. Один тигр уходил на удушающий прием в два раза, но у него не получалось это удержать. И противоборство двух равных соперников наблюдали, очень захватывающее зрелище. На тебе, получай, подлец, вот тебе, вот и вы получаете тоже. А ну-ка вернись, лови подушку, позвоните в милицию, пожалуйста, спасите меня. Очки мои, очки, буду защищаться, буду защищаться. Дай сюда вешалку, мое пальто выкинул, вешалку сломал, ты мне здесь весь кабинет разнесешь. Вот тебе чертежами, вот тебе еще раз чертежами. Торговый центр, да не будет торгового центра в Омске больше никогда. Да, сколько их можно строить? Что ты мне здесь принес? Сейчас водички попью, вот, остудитесь, пожалуйста. Вы, по-моему, перегрелись на солнце, в Омске сегодня жарко, 20, все, спокойно. Что? Подлец, что ты сказал? Ну надо же, влюбились друг в друга. А ну-ка иди сюда! Иди сюда, тебе сказала, парши... Ой, упал очки, очки, не раздавите маячки. Иди сюда, подлец, паршиец! Мне достался фрагмент из старой доброй советской комедии «Служебный роман». И, по-моему, комментировать то, что там происходило на экране, это одно удовольствие, потому что фильм знаковый, фильм знают все. Вас приветствует хоккейный комментатор Андрей Лободай. Хотя комментировать мы будем сегодня отнюдь не хоккей, но я думаю, что все будет нормально. На ваших экранах танец известной группы, неплохие движения. Здесь вот девушка показывает, вполне попадает под музыку. На втором плане там тоже участник, в такте ей действует. Видно сразу неплохая организация балетной группы, руководство этой группы. То есть очень хорошо поставлен номер, вот уже втроем здесь они синхронно выполняют движения. И все подключаются ногами кверху, махи. Повороты классные, все в темпе, все здорово. Вот здесь неплохой подброс девушки был. Так называемое фигурное катание на земле демонстрировали сейчас парни. И вот вновь соло девушки в красном. Повороты, махи. Все очень неплохо на профессиональном уровне. Ну это, скорее всего, был какой-то фильм, но я его, к сожалению, не смотрел. Были трибуны, ну зрители, они танцевали. Сначала девушка показывала соло, потом два парня начали на руках носить, как в фигурном катании, поддержку делать. Потом группа вся, человек 30, начала танцевать. Ну, судя по зрительской аудитории, всем понравилось. Ну, откомментировал, думаю, что неплохо. Итак, это команда «Авангард». Они только что вернулись с отпуска и делятся своими впечатлениями о проведенном времени на пляже. Это Пережогин. Он отдыхал на даче, никуда не ездил. Мама откормила. В общем, теперь ему придется побегать на тренировке как следует. Ну, водички можно попить. А вот есть, наверное, ему уже не стоит. Попов отдыхал в Таиланде с детьми. Вот они до сих пор там. Он уже тренируется, а дети отдыхают. Ну, а что, папа неплохо зарабатывает. Может себе позволить отправить детей в приличный пионерский лагерь. Но вот нужно и поесть. А это главный тренер нашей команды. Он смотрит, в какой форме ребята. И придумывает новые предсезонные задания. Ну, а это первая пробежка. Наши на первой тренировке несутся вперед, пытаются сбросить вес. Я думаю, что получилось, в принципе, неплохо. Но было, конечно же, сложно, потому что я абсолютно не знал этот фрагмент. Что там тебе попадется. Я сначала увидел, что это мультик. Немного обомлел. Обомлел, но ничего, включился. Думаю, что более-менее пойдет. Две черные кошки смотрят на третью. Опасно! Они схватились в схватке. Подходит собака, ей становится крайне интересно, что происходит. Напряжение продолжает нарастать. И что-то определенно должно произойти. Слышны звуки. Явно назревает конфликт. Напряжение нарастает. 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 Продолжает нарастать. Напряжение спадает. Схватка продолжается. На экране появляется огромное количество персонажей. Но схватка прекращается. Пауза. Напряжение. Энергия прямо и хлещет с экрана. Разборка кошек продолжается. Явно этим все не закончится. Ну, справился я или нет решать зрителям, конечно. Мне показалось это интересным. До этого с таким не сталкивался. Вот и закончился очередной съемочный день программы. Уважаемые телезрители, напоминаю, что проголосовать за конкурсантов вы можете на официальной странице ВКонтакте хоккейного клуба «Авангард». Охота на комментатора продолжается. ВКонтакте хоккейного клуба «Авангард» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова